вот моя сестренка пришла как раз в гости всем привет всем привет в обновочках как раз из шеин кофточка серенькая поверниська это самый маленький размер, ей видите как раз хорошо и вот такие вот штаны, как они называются? бойфренды же, да? вообще хорошо сели вообще очень мне прям нравится на ней все так хорошо сидит но кофта правда классная ну не знаю, у тебя мешок накинь все равно будет красиво смотреться на такой фигуре еще белые кетики да, 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 вообще шикарно будет классно очень красиво я тоже такие штаны хочу но на мне наверное будут смотреться как на корове седло да, вообще очень джинса мягкая я думала дубовая да, я думала будет дубовая но нет, вообще супер можно в другом цвете заказать будет а там что, разные цветы? да, там темно-синие по-моему во, может мне темно-синие заказать? не, ну классно мне понравилось все, скажи, всем пока всем пока следующее, что я заказала в магазине Шеин это вот такое вот трикотажное, наверное, платье да, очень приятный материал и я заказала в размерчике L но надо было заказать в размере M потому что немного оно мне, конечно, широковато и вы знаете, я пожалела что я не заказала это платье когда была беременна потому что это вот идеальное платье для беременных посмотрите только вот здесь может поместиться живот любого размера, девочки почему я во время беременности не заказала его, непонятно но материал очень приятный такой, знаете, он ну такой тонкий-тонкий как будто бы тонкий трикотажик вот на мне размерчик L знаете, можно даже дома в нем ходить конечно же, я на улицу в таком платье не пойду но вот когда придут гости да, ну как не гости например, родственники домой то можно вот в этом платье вместо халатик очень такое приятненькое оно оттенок такой приятный меня почему-то на розовую, да вот прям потянуло и еще, что я заказала в магазине Shein это вот такую очень крутую футболку это даже не футболка это, я не знаю, как назвать ну да, футболка, наверное, да она здесь не расстегивается здесь все пришито здесь вот завязочки такие это тоже размерчик L очень приятный оттенок видите, да, меня вот на такой оттенок прям пробило-пробило и, кстати говоря вот из такого материала я, по-моему, даже платье себе заказывала но вот этот материал, по-моему, немного тоньше вы меня, по-моему, видели, да в этой кофточке уже я видео снимала помните, я украшение свое показывала эта кофточка прям на меня села идеально, не в облипку все как нужно и вот такие вот пуговички мне в последнее время нравятся так, и еще помните на сестренке был свитер кофта в сером оттенке в шин есть еще вот такой вот свитер я себе уже заказывала в размере M тоже такой оттенок приятный это вот акриловый свитер сестренка тоже увидела на мне этот свитерок сказала, что она тоже хочет но она выбрала в сером оттенке я и заказывала в самом маленьком размере S ну, вы видели, да, я показывала я вам оставлю свой промокод там скидочка будет ну, вся информация будет и в инфобоксе так что проходите, смотрите и последнее, что я заказала в магазине SHEIN это вот такие просто потрясающие мюли я заказывала, да, вот эту обувь вообще, думаю, закажу, посмотрю, что за качество мне почему-то показалось на сайте что вот эта кожа должна быть какой-то прям жесткой что они будут хлябать у меня размер ноги 38 но в прошлый раз, когда я заказывала 38 размер SHEIN они мне немножко оказались малы поэтому я заказала 39 размер и вот 39 размер мне прям вот как будто вот по мне это изделие сделали понимаете, вообще обалденная обувь я так рада, что я их заказала вот здесь вот это резиночки это все тянется все очень хорошо сидит вот эта кожа очень мягкая вообще супер обувь приходит она вот в такой коробочке там пыльнички все как положено просто я в таком восторге наверное, еще буду заказывать, да, какую-нибудь обувь но вот эти мюли я вам прям советую от всей души, девочки они так элегантно на ножки смотрятся это такой оттенок молочный очень приятный все под кожу это, конечно, не настоящая кожа но она, посмотрите, она мягкая-мягкая ноге очень удобно вот эту обувь я вам советую 100% только берите на размерчик больше например, если у вас 37 размер берите 38 от души вам советую эти мюли просто отлично никаких претензий нет, вот честно и 100% я их буду носить очень красивая обувь очень удобная обувь тем более вот сейчас для меня, да с маленьким ребенком на каблуках не находишься а вот в такой обуви будет просто супер вот, хотела бы с вами посоветоваться напишите, пожалуйста что мне можно поменять на своем канале, да или наоборот, ничего не надо менять какие видео вы хотели бы увидеть на моем канале и вообще, я давным-давно внашиваю мысль о том чтобы поменять название своего канала и хочу вас, мои дорогие попросить о помощи я всегда к вам обращаюсь помогите, пожалуйста как бы мне назвать свой канал хочу вот свое имя, конечно, оставить да, может быть не Элечка а просто вот Эля, да мама Эля в общем, девочки, у меня столько мыслей в голове, у меня мысли путаются поэтому, пожалуйста помогите выбрать может быть, кто-нибудь подскажет и мне понравится, да вот название канала на который можно было бы поменять это, конечно, было бы просто супер и вообще мне очень многие пишут чтобы я открыла второй канал представляете чтобы я открыла кулинарный канал девочки мне пишут если ты откроешь кулинарный канал я буду всегда смотреть твои рецепты я не знаю вообще вот ведение канала это, конечно, занимает очень много времени и иногда даже на этот канал нет контента то есть я как бы сижу дома сейчас с ребенком живу в какой-то дыре вообще у меня в городе 100 тысяч жителей здесь даже некуда сходить нечего показать и если я открою второй канал как вы думаете как вы считаете вот напишите, пожалуйста вот не поленитесь, пожалуйста я вас прошу что мне делать потому что у меня мыслей просто очень много в голове и я не знаю как бы это все вот осуществить не знаю девочки подскажите, пожалуйста вот что бы вы хотели видеть на моем канале про второй канал я, конечно, задумываюсь но не знаю у нас вообще как бы в будущем очень много грядут перемены в моей жизни столько всего я планирую и я не знаю как это вот осуществить минимальными как говорится моральными травмами и может быть вы мне что посоветуете потому что у меня голова вот так вот вся забита не знаю в общем обязательно напишите не поленитесь, пожалуйста я вас очень-очень прошу напишите по поводу что бы вы хотели увидеть на моем канале может быть тематику поменять может быть больше каких-то кулинарных видео или наоборот по поводу косметики я уже говорила вам, да что я буду снимать видео с косметикой но не так часто конечно как раньше у меня вообще канал начинался как бьюти канал сейчас нет бьюти тематика немного отошла на второй план потому что вот и жизнь поменялась да и приоритеты поменялись поэтому напишите по поводу название канала и напишите как вы считаете мне нужно открыть второй канал или не нужно потому что я как бы в своих силах не совсем уверена тем более вот ребенок растет и он все больше и больше занимает моего внимания моего времени поэтому я даже не знаю как поступить обязательно напишите хорошо еще одно включение сейчас муж пришел с работы буду его кормить и как всегда он заходил в магазин я его просила самое главное чтобы он купил мне ватные диски он был сегодня в пятерочке взял мне ватные диски мои любимые оласил которые называются и грудку взял почему-то вот две упаковки просила одну упаковку но он взял две лимоны взял к чаю молоко как всегда картошку он свой любимый сок взял взял грецкие орехи и вот такую вот сгущенку я хочу испечь пирог морковный через недельку Крестюшке уже будет шесть месяцев и он взял вот такую вот фруктоняню яблоко банан груши с печеньем что-то такая большая упаковка я не знаю съест она или нет за сутки здесь срок годности по-моему сутки после вскрытия вот его покупочки буду кормить мужа у нас сегодня такой интересный ужин крылышки жареные просто с солью с перцем на сковородочке и после того как я убрала крылышки я обжарила лучок у нас сегодня на гарнир жареный лук очень вкусно кстати получается муж еще добавляет сахара чтобы послаще было и конечно же чай с лимончиком все кто кушает всем приятного аппетита сегодня я занимаюсь домашними делами покрывала опять постирала потому что Кристина вылила пюрешку прямо на покрывала пришлось опять постирать и сейчас уложила ее на дневной сон Кристиночку на первый дневной сон меня вы спрашивали сколько раз она спит и поскольку она спит смотря во сколько мы проснулись если мы просыпаемся в 10 утра то она спит 3 раза в день если мы просыпаемся позже то она может спать всего лишь 2 раза в день где-то в среднем примерно по час по полтора иногда даже по 2 часа спит когда я ее вот укладываю сейчас покажу вам я ее очень часто укладываю в холодной комнате я вам рассказывала вот в таком тулупчике я ее укладывала он очень теплый такой знаете прям толстый толстый но он уже маленький стал нам потому что мы растем как на дрожжах и этот тулупчик маленький и она когда засыпает она вот прям вот так вот ногами упирается и начинает психовать ей не нравится что вот ножки упертые поэтому я уже пару дней ее заворачиваю в одеяло да в теплое такое вот которое я заказала из василька так ну сейчас вам наверное покажу она сейчас как раз спит маленькой спаренке окошко открыто видите здесь кстати сетка стоит здесь не видно что она есть но она есть вот таким образом она может проспать очень долго под шум города да под звуки машин она может проспать даже 2 часа и пока что она спит я занимаюсь своими делами готовлю убираю стираю вот так вот ну все сейчас я собралась печь пирог собралась испечь пирог сегодня пирог будет морковный я уже подготовила нашла свою вот эту вот старенькую разъемную форму и хочу сегодня сделать крем со сливочным маслом и со сгущенкой мне нужно взвесить 75 грамм грецких орешков потом я их очень миленько порублю ножом ну ладно 79 да пойдет потом мне нужно взвесить 270 грамм муки для морковного пирога понадобится корица я дома нашла вот такие палочки корицы да и немножко потерла на мелкой мелкой терке и она такая знаете ароматно-ароматная конечно не сравнится с тем вот что продают в порошке это тоже нам пригодится получилось 380 грамм но я думаю что пойдет и так обязательно понадобится разрыхлитель теста и еще сода понадобится немножечко порублю грецкие орехи меленько ножом я их на сковороде немного поджарила пока остывает пирог я решила замариновать грудку знаете когда мы ездили в Турцию летали там вот каждый день готовили грудку они просто брали куриное филе как-то нарезали на тонкие пласты и обжаривали это было так вкусно так сочно муж каждый день брал такую курицу и вот потом после поездки он очень часто вспоминает про такую грудку я сегодня вот решила но я не знаю получится у меня не получится сейчас замариную грудку просто с солью и с перцем они по-моему вообще просто соль мариновали и может быть вообще не мариновали короче не знаю что получится но на ужин хочу вот грудку пожарить надеюсь что получится хотя бы вот приблизительно я даже не помню какие они кусочки там нарезали по-моему вот примерно вот такие плоские кусочки наверное пойдет сейчас вот эти жилки все вырежу ненужные так ну все сейчас поперчу немного и немножко подсолю и поставлю просто в холодильник вечером муж придет я ему поджарю не знаю что получится конечно но в Турции было очень вкусно я не знаю что они туда добавляли но по виду была просто курица даже вот без перца понимаете не знаю как они так жарили что она получалась такой вкусной в общем смотрите просто грудку обжариваю вот и все и она должна быть сочная и мягкая как в Турции обжариваю с каждой стороны минуты по 3 не больше муж даже гарнир не захотел сказал только курицу будет смотрите мои дорогие вот такой тортик у меня получился сейчас будем чай пить отдельное видео обязательно посмотрите у меня на канале в плейлисте готовка спасибо большое что вы посмотрели мое видео я вас всех очень люблю и всех целую до скорой встречи